Дневная смена Они эффективны Давайте обсудим Для этого на прямой связи с нашей студией Сейчас находятся мои гости Позвольте их представить Заместитель председателя комитета административной полиции Министерства внутренних дел Казахстана Подполковник Ренат Зулхаиров Депутат Сената Парламента Републики Казахстан Нурья Ниязова Депутат Маслихата города Астаны Баужан Касымбергиваев И руководитель фонда Кургау Астана Анна Рыль Приветствую вас с удовольствием Уважаемые гости И господин Зулхаиров Даже не в привязке к недавнему скандальному происшествию Которое потрясло всю страну Не хотелось бы говорить конкретно о нем А скорее в целом о ситуации по стране Как бы вы обрисовали картину по бытовому насилию на данный момент Вы правы Право семейно-бытовое насилие для органов внутренних дел В целом для Казахстана является актуальной проблемой И находится на контроле у руководства страны Как вы уже заметили с 1 июля этого года вступили в законную силу изменения в кодекс об административных правонарушениях И мы перешли на качественно новый формат работы с заявительным на выявительный Если коротко говорить о статистике То в прошлом году у нас ежегодно поступает порядка 100 тысяч заявлений и сообщений На семейно-бытовые конфликты Туда мы приезжали сотрудники полиции Но в 60% случаев мы не могли принять меры Почему? Потому что для этого требовалось заявление жертвы С 1 июля этого года перешли на выявительные И для возбуждения административного производства заявление жертвы не требуется Как это повлияло? На сегодня у нас в сравнении с прошлым годом За 10 месяцев у нас снижение на 20% заявлений и сообщений на сами вызовы о семейно-бытовые конфликты Но на 30% у нас увеличилось количество привлеченных лиц к административной ответственности Ну собственно именно потому что вы как раз таки теперь вам не требуется заявление от жертвы Совершенно верно Нам теперь не требуется заявление жертвы Более того, мы ужесточили и требования к прекращению Теперь прекратить производство за примирением сторон можно только один раз И только в суде Но на это все на фоне того, что в целом Что говорить о преступности То у нас преступления в сфере быта снизились на 4,2% Это статистика не Министерства внутренних дел Это статистика Генеральной прокуратуры, Комитета правостатистики и специальных учетов Хорошо, поскольку сегодня у нас программа в таком сжатом режиме Все достаточно, так сказать, у нас не так много времени на то, чтобы рассуждать Давайте в качестве именно советов, практических рекомендаций Если человек, женщина стала жертвой бытового насилия Ее действия, что она должна делать, с чего она не должна делать В первую очередь нельзя стесняться Нельзя бояться Необходимо незамедлительно сообщать в органы внутренних дел Незамедлительно мы отреагируем Сотрудники полиции предупреждены И у нас разработан специальный алгоритм реагирования На все вызовы, как действовать Это все четко у нас прописано Более того, в каждом подразделении органов внутренних дел У нас создано подразделение по защите женщин от насилия И введены соответствующие должности женщины-следователи Более того, у нас действует телефон 102 Круглосуточно работает У нас есть специальное приложение 102 Где можно просто написать сообщение И оно незамедлительно будет рассмотрено С 1 июля тоже в этом году уже работает И запущено в действие номер телефона Горячая линия телефон доверия это 111 На которого может позвонить любой человек Кому требуется помощь И он создан именно для женщин и детей Кому требуется помощь Более того, существует международный знак О том, что человеку требуется помощь Это вот закрытый большой палец Показав данный знак Показав данный символ Все поймут, что человеку требуется помощь Если жертва не может уже в открытую сообщить О том, что она терпит насилие Этот знак поможет и прохожим И всем понять, что здесь требуется немедлительная помощь Но к нашим гражданам обращаюсь Что терпеть нельзя Бытовое насилие Если будет терпеть, то завтра оно породит Более тяжкие последствия У нас созданы и работают специальные кризисные центры У нас есть психологи, которые могут помочь Разобраться в ситуации и найти выход из сложившейся ситуации И поведения Понимаю Спасибо огромное Далее хочу обратиться к депутату Сената Парламента Республики Казахстана Нурье Ниязовой Итак, госпожа Ниязова В эти дни в интернете Очень много сообщений, постов от казахстанцев Начинаются со слов Давайте, так сказать, ужесточим ответственность Давайте криминализируем эти статьи И так далее Как мы уже с господином подполковником проговорили По сути, изменения в административном кодексе уже произошли На ваш взгляд, необходимо ужесточать далее эти подходы Ответственность и так далее Или можно идти каким-то другим путем? Вы знаете, данная тема, конечно же, обсуждалась у нас в парламенте Законопроект обсуждался с представителями неправительственных организаций С общественниками Но сегодня хотелось бы уже, наверное, поговорить более конкретно Если мы говорим о жертвах бытового насилия То что нужно в первую очередь? Это необходимы первостепенные меры При совершении бытового насилия и поступлении сигнала В первую очередь необходимо устранять самого насильника Ведь что происходит на сегодняшний день? Жертва бытового насилия А чаще всего это женщины с детьми Они уходят из дома, из своего жилища Уходят в кризисные центры, на улицу Бегут хорошо, если это есть родственники и так далее То есть сейчас в мере необходимо удалять как бы самого агрессора Вторая степень – это повторный знак о совершении бытового насилия И здесь на данный момент рассматриваются меры И та, которая есть – это арест на несколько, на 10 рассматривается норма 20 суток Но ведь что такое насилие? Если мы посмотрим значение самого слова То это преднамеренное физическое действие Наверное, необходимо вообще определить Мы говорим о средней степени тяжести бытового насилия О разных степенях Но необходимо, наверное, определиться Если агрессор совершает это насилие не первый раз То, наверное, уже здесь нужны какие-то превентивные меры Не просто его удаление из жилища Но, наверное, и какое-то воздействие И дальше мы будем говорить уже о мерах этого воздействия Здесь необходимо и жертву не оставлять, и самого насильника Потому что если мы говорим о том, кто делает Скажем, кто проявляет эту агрессию Ведь необходимо смотреть и в физическом состоянии И о психическом состоянии То есть это общие стадии здоровья Это могут быть и эндокринные заболевания Сахарный диабет, эндокринная система Необходимы, наверное, какие-то меры вмешательства По скринингу, по наблюдению таких людей Которые систематически проявляют агрессию Она проявляется ведь не только в быту Она бывает и на улице Это видят соседи Это видят сотрудники на работе Это видит близкое окружение Не только семья, но и родственники Поэтому здесь нужно бить тревогу Наверное, вот уже на этой степени Необходима ответственность окружения Ведь очень часто, слыша соседские крики Конфликты, видя это на улице В машине, в общественных местах Окружающие не проявляют к этому интереса Вот только что назывались телефоны По которым можно сделать этот звонок Это может быть и пожилой человек Это может быть и женщина Которая сама физически не может вмешаться Но можно сделать этот звонок Можно запомнить машину В которую была жертва помещена только что Или где было видно из окон машины Или окон общественного транспорта Где происходило это насилие Поэтому такие меры необходимы И, конечно же, их нужно ужесточать А вот, кстати, вот теперь об ужесточении Если можно очень коротко Все-таки стоит или не стоит переводить Ну, скажем так, в рассмотрение подобных инцидентов Из плоскости административного кодекса Сразу, так сказать, в плоскость уголовного права Ну, это нужно говорить о степени тяжести То есть я еще раз повторюсь Если насилие было совершено повторным То, конечно, я считаю, что здесь Нужно рассмотреть возможность криминализации Обязательно необходимо рассмотреть Потому что мы можем это допускать Один, второй, третий раз Еще раз повторюсь, что агрессор должен понимать Что наказание имеет место быть Согласен Принцип неотвратимости наказания Один из основополагающих вообще В, так сказать, юриспруденции Спасибо огромное, госпожа Ниязова Далее хочу обратиться к господину Косомбергебаеву Итак, на ваш взгляд Где здесь может быть решение проблемы? В эти дни предлагалось много самых разных вариантов В том числе и, так сказать, призывы поработать В воспитательном, что ли, плане, так сказать Над общими морально-нравственными, так сказать, ориентирами общества Некоторые эксперты говорят, что здесь тоже может быть проблема Вы знаете, во-первых, я хочу вас поблагодарить За то, что вы, журналисты, не остались равнодушными к этой теме И очень горячо и активно подключились Я считаю, что... Вот вы вначале предъявили и показали чудовищную статистику О том, что на 2019 год, когда наша страна теряла Около 400 женщин от семейно-бытового насилия Это чудовищная цифра Эта цифра говорит о том, что практически каждый день Мы теряем наших жен, наших сестер, наших дочерей И я считаю, что здесь как раз именно в двух направлениях Наверное, больших таких это происходит Первое, это, конечно, то, что Те, кто применяют это насилие по отношению к своим близким Прекрасно осознают, что у них нет никакой ответственности Но что это за наказание? 10 суток ареста, 20 суток ареста Повторно мы даем возможность Дальше избивать своих жен и женщин и детей Я считаю, что здесь однозначно Мы должны переходить, переводить из административных нарушений Сразу в уголовную Сразу в уголовную Почему? Потому что мужчины должны понимать Что пальцем тронул, ты уже за это несешь ответственность Ты уже, на тебе будет навсегда клеймо уголовного преступления Ты будешь работать, устраиваться на работу Первое, что будет выходить, это информация о том, что Ты способен избивать женщин Ты способен избивать детей Поэтому я считаю, что первый должен быть такой жесткий сигнал Для всех мужчин, у которых нет этого сознания Второй момент, это, конечно, почему это происходит Вы абсолютно правы Это то, что, к сожалению, в нашем обществе это, наверное, нормально Когда я недавно смотрел в соцсети И представители мужского населения говорят о том, что это нормально А как же не бить свою жену? А как же она будет понимать? Господи, как можно жить Как можно отдавать своих дочерей замуж, когда у многих мужчин такое мышление? Поэтому в этом отношении я, как отец троих дочерей И вот у меня родился недавно сын Я дочерей буду воспитывать в том моменте, что абсолютная нетерпимость к любому проявлению насилия в отношении нее Если, не дай бог, такое произойдет, я первого же сигнала и сразу заберу свою дочь А сына я буду воспитывать так, чтобы он вырос абсолютно порядочным, благородным человеком, который никогда в жизни не поднимет руку на женщину, на детей И наоборот будет стоять на стороне справедливости Поэтому, к сожалению, у нас эти моменты происходят от того, что дети видят, как отцы проявляют неуважение Как отцы поднимают руку на своих супруг И для детей это становится нормой Наши дети повторяют все за нами Поэтому в этом отношении вы абсолютно правы, что нужно работать над сознанием и мышлением людей И это должна быть абсолютная общественная нетерпимость к любому проявлению насилия Вот как раз вы говорили с депутатом Сената, и я с ней полностью согласен О том, что у нас должна быть абсолютная нетерпимость к любому виду насилия И мы не должны проходить мимо, когда мы видим, что где-то на остановке или где-то на улице Мужчина пытается произвести какое-то физическое насилие над женщиной У меня тоже был такой случай, когда я услышал, как сосед производит какие-то насильственные действия Я не мог сидеть, я зашел к соседу и говорю, что происходит И когда он сказал о том, что ну вот у нас, у казахов это нормально И вообще не твое дело Да, и вообще не твое дело Я сказал, так, это мое дело И в следующий раз, если такое повторится Я приложу все усилия, чтобы ты понес наказание Поэтому и, конечно, для женщин я считаю, что это крайне недопустимо Не допускайте, пожалуйста, любое насилие по отношению к вам Не продолжайте жить с такими мужчинами, для которых нормально поднимать руку на вас Это уже не ваш мужчина, и это не тот человек, который должен воспитывать ваших детей Да, как сказал господин подполковник, не стесняйтесь и не бойтесь Абсолютно правильно Хорошо Далее мы четвертый гость, руководитель фонда Кургау Астана Анна Рыль Госпожа Рыль, здравствуйте, спасибо большое, что уделили время Хотелось бы в данном случае поговорить о поддержке жертв подобных ситуаций, обстоятельств и так далее Как констатировал представитель правоохранительных органов Зачастую женщины, даже когда приезжает полиция, отказываются от каких-либо действий Отказываются писать заявления и так далее На ваш взгляд, почему, есть ли здесь комплекс жертвы и как помочь тем женщинам, которые попадают в такие ситуации? Как правило, женщины иногда боятся писать заявления, потому что они... Вот я недавно консультировала женщину, которая сказала Я с ним стояла и боялась написать, что вдруг он сейчас вернется и заберет меня больше Нужно, чтобы женщины были проинформированы о возможностях помощи И еще один момент, к сожалению, у нас сейчас общество еще не обличает психолога, психиатра И нужно, чтобы не только мы с женщинами работали, но и с мужчинами Чтобы мы работали с агрессорами Я считаю, что можно в систему пробации ввести такое, что когда мужчина находится под административным арестом Чтобы с ним работал психолог в это время То есть с дебоширами, с хулиганами, с тем, кто совершает побои С ними комплексно работали психологи в момент его прохождения административного наказания Потому что, допустим, в Киркесии есть такая статья о законе об этом насилии Когда человека направляют на трудительное прохождение психолога И это могло бы предотвратить случаи Что касается женщин, у нас достаточно много кризисных центров Я хочу сказать, что у Астане у нас очень хороший опыт Здесь в каждом районе открыт малокомплектный кризисный центр Есть отдельная социальная служба для тех, кто не хочет размещаться За этот год у нас 191 человек был размещен в приюль Из них 135 детей Плюс мы работаем с джентрами сексуального насилия С несовершеннолетними, к сожалению, тоже действует Но согласитесь, я прошу прощения, госпожа Просто маленькое уточнение Но согласитесь, когда женщина находится в стрессовой ситуации Она боится Наверняка вряд ли ей в голову придет вспомнится номер телефона кризисного центра Вы говорите, что этих центров много и они достаточно активно работают Как их найти? Я имею в виду, достаточно просто в интернете дать запрос какой-то? Надо, чтобы было много роликов Чтобы у женщин на подсознательном уровне активно всплывало Куда звонить, куда обращаться Потому что женщин много лет не могут найти Потом я бы хотела сказать, что если в больших городах прекрасная поддержка кризисной ценой То в регионах этого недостаточно Там кризисный центр иногда стоит один на один С реабилитацией пострадавшими И они занимаются реабилитацией пострадавшими Потому что недостаточное финансирование в регионах Оно иногда несколько месяцев в год То есть, например, в Карг skiing у нас сейчас кризисный центр без финансирования Потому что финансирование только 9 месяцев в году То есть есть проблемы, да, у кризисных центров Когда кризисный центры должны изыскивать собственные ресурсы Это неправильно И крейсных центров недостаточно. Их может быть больше в поселках, в районах. Согласен. Женщина нет доступа. Действительно, стоило бы, мне кажется, какие-то предусмотреть механизмы по поддержке и финансированию подобных организаций. Спасибо огромное, господин Жуков. Так, у нас есть буквально 4-5 минут на то, чтобы попробовать закончить на практической ноте. Поэтому, господин Зулхаиров, начнем с вас. Я могу дать каждому из гостей буквально чуть около минуты, чуть меньше, на то, чтобы дать финальные рекомендации. Итак, господин Зулхаиров, ваши советы. Если вдруг человек либо сам попадает в такую ситуацию, либо становится свидетелем. Как я уже говорил, незамедлительно сообщить об этом в органы внутренних дел, на телефоны доверия. И незамедлительно, соответственно, будет оказана помощь. Что касается предыдущих спикеров, хотел немножко добавить о том, что соответствующая работа уже законотворческая проходит. В настоящее время на изучении и на заключении правительства находится законопроект, разработанный депутатами, о принудительном направлении на психокоррекционные курсы. Это в отношении агрессоров, которые совершили бытовое насилие. Также в БМЖ находится применение общественных работ в отношении тех, кто совершил бытовое насилие. А также принудительное выселение именно агрессоров из того жилища, где они проживают. Ну что ж, вполне резонно, на мой взгляд. Итак, госпожа Ниязова, как вы думаете, можно ли придумать какой-то механизм для поддержки и развития подобных кризисных центров? Поскольку эксперт, госпожа Рыль, констатирует, что в некоторых регионах все-таки их не хватает, и они нужны. И нужно их финансирование. Безусловно, такие центры нужны. И нужна поддержка не только финансовая, но еще необходимо готовить специалистов. Специалисты должны быть качественные. То есть это необходимы гранты на специалистов, психотерапевтов, наркологов. Более того, абсолютно согласно с Анной по поводу информационно-идеологической работы. Нужны не только ролики. Это нужны и художественные фильмы. Подача должна быть воспитания с младших классов и даже с детских садов, с дошкольных учреждений, где должна воспитываться культура отношения между детьми. Должна пропагандироваться культура общения в семьях. Это и в школах, и уже больше, скажем, в колледжах, в учебных заведениях. Ну и, конечно же, безусловно, в обществе мы должны об этом говорить. Мы должны говорить, показывать на всех уровнях. Это должно обязательно пропагандироваться и должно иметь место быть. Согласен с вами абсолютно, госпожа сенатор. Что ж, господин Косомбергебаев, ваши буквально 30-40 секунд на финальную рекомендацию. Абсолютно согласен с предыдущими спикерами о том, что не нужно молчать, не нужно бояться. Нужно обязательно обращаться в полицию, нужно обязательно сообщать всем близким. И в первую очередь родители должны узнавать об этом. И я считаю, что пока этот вопрос не решится, нужно уезжать от этого агрессора, от этого изверга, потому что он может применить что-то еще. Согласен. А, кстати, что касается вот той ситуации, которую вы рассказывали у соседей, в итоге прекратились вот эти скандалы и так далее? Вы знаете, к сожалению, не прекратились. Я потом разговаривал еще с супругой этого мужчины. Ну вот все-таки этой женщине надо последовать вашему совету, мне кажется. Согласен абсолютно. Госпожа Рыль, вам предстоит поставить точку в нашей сегодняшней беседе. Итак, рекомендации ваши. Ну, я считаю, что нужно усилить работу по профилактике вообще в отношении детей любого насилия, то есть выявление любого насилия в отношении детей, это первый момент. Второй момент, усилить еще ответственность за тех, кто не сообщает о преступлении. Очень часто родственники агрессоров знают о преступлении, молчат, отмывают кровь жертвы, моют кровь и не сообщают. Поэтому ответственность и еще самое главное, знаете, кризисным центром нельзя построить, не главное, кризисный центр. Я понимаю, да, кризисные центры нужны, сейчас нужны, но потом, чтобы их потом строить, мы должны все-таки, я абсолютно согласна, заниматься противопиской работы. Согласен с вами. Огромное спасибо, огромное спасибо всем участникам этой беседы. Все, что мы успели обсудить к данной минуте, дневная смена завершает свою работу в эфире телеканала Хабар-24. Увидимся завтра в это же время. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok